Когда мы думаем, что Советский Союз развалился неожиданно и нас всех бросили в бушующее море бизнеса, мы просто кое-что забыли. Нас советская власть учила бизнесу. Нас готовили и практиковали к самостоятельному плаванию в условиях первой неразберихи кооперативного движения. Сохранились свидетельства в литературе и кинематографе советского периода. Давайте вместе вспомним кинокомедию по семейным обстоятельствам. Москва. 1977 год. Самый разгар строительства социализма. Но люди уже занимаются бизнесом и зарабатывают немалые деньги. Вы думаете, что эта практика им не пригодилась в будущем, которая наступила на нас в 1988 году вместе с Горбачёвским законом о кооперации? Люди, которые не ленились учиться бизнесу в Советском Союзе и при кооперации хорошо жили. Самая простая и самая распространённая профессия, которой кормилась Москва, была профессия няня. Эти люди не оканчивали никаких специальных учебных заведений. Они просто шли нянчить чужих детей и получали за это неплохие деньги от тех лопухов, которые работали на заводе директорами или писали диссертации, которые мало кому пригодились в дальнейшей жизни. Нет, вы знаете, я всё-таки больше предпочитаю работать с мальчиками. Они надёжнее. Извините, а почему же вы тогда нянчите с чужими девочками? Я помогаю дочери, зарабатываю ей на няню. Ну не лучше ли самому нянчить собственного внука? Нет, вы знаете, всё-таки хуже. Да? Да. Ничего не понимаю. Дело в том, что мне нельзя волноваться. У меня гипертония. А с чужими можно не волноваться? Конечно нет, зачем же. За него вы волнуетесь. Эти люди отдавали няням чистую наличку, заработанную ими на государственных предприятиях ценой собственного здоровья. А если советским людям нужно было разменять квартиру, честно заработанную на государственных предприятиях, они обращались к частному риэлтору, который тоже работал не за спасибо. Частник бдительно сохранял персональные данные своих клиентов, как и суммы денег, полученные от них за свою работу. Сколько лет вашей тёте? Тётя Анюти, наверное, лет шестьдесят уже. Какой тётя Анюти? Ой, я забыла. Сорок. А, другое дело. Сколько у вас детей? Комнать, значит? Две. Двое? Двое, да. Битраж? Простите. Возраст? Двадцать пять и пятнадцать. Так. Младшая, пожалуй, маловато будет. Слишком молода. Услуги логопеда тоже на дороге не валялись. Хороший логопед стоил дорого. Но для своего ребёнка ведь денег не жалко. У кого? Фифекта буфут. Что? Фифекта едчи. Я логопед. Исправляю фифекты фикции. Какую фикцию? Фикции, фикции. Не фикции, а фикции. Он букву «Д» не выговаривает. Я букву «Ф» не выговаривает. А, ну сразу бы так и сказали. Я сразу сказал. А, так вы логопед! Очень приятно. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Хочу. С удовольствием. Пожалуйста. И это далеко не полный перечень востребованных профессий, которые люди приобретали на глазах у советской власти. Под её чутким руководством и покровительством. Люди, прошедшие предварительную подготовку, вошли в кооперативное движение, как нож в масло. И обильно мазали свой кусок хлеба кооперативным маслом. А иногда и чем-нибудь ещё, пока работники бывших государственных предприятий продавали последние гвозди и напильники с разворованных заводов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok